Моё путешествие сегодня начинается, но я ненавижу летать ночью, хотя сейчас уже рассвет. Я сижу прямо около прохода и ничего интересного мне не светит. Я в Праге, жалко, что я не выйду из аэропорта, пробуду здесь всего часик и свалю дальше. Летел как в автобусе. Летел в автобусе. Просто ни давления, ничего не скакало, прям вообще как супер. Еле спел самолёт. Моё имя опять объявили по в аэропорту, бежал. Меня отдельно привезли. И я там очень маленький самолёт. Здесь... Здесь человек двадцать. Очень маленький самолёт. Всю упадку кресла. Привет, солнышко. Я тут зашёл в Макдональдс. Я не успел вам снять, что я ем. Тут осталось только кофе. Дело в том, что я в прошлой поездку ещё был удивлён ценами на еду. В Макдональдсе сейчас я потратил на кофе и на маленький, самый дешёвый, простой самый бургер, который я никогда не покупаю дома. Потому что он невкусный и очень простой. Я потратил 420 рублей. Это супер дорого. Биг Тейсти стоит в России сто восемь. Ну, двести пусть он стоит. Здесь он стоит почти пятьсот рублей. В два с половиной раза дороже. В полтора раза дороже. Это странно. Проезжаем большую мельницу. Тут вон шино. Ну, понятно, не мельница. Я думаю, вы поняли. Перед нас чувак едет с номерами в борщ. Привет. Сегодня второй день. И сегодня я делаю татухи в этом замечательном доме. Тут вот такое рабочее место. Я снимаю на YouTube-блог, короче. Знаешь, что такое? Покажи татуху. Не видно там, да, особо? В общем, мы тут выбрались уже второй день. Выбрались в немецкую деревеньку. Тут гуляем. Очень похоже, как в американских фильмах. Я видел там, собственно. Собственно. Привет. На немецком, скажи, калашников тучей. Тут пустырь, в принципе, нормально. Да, типа, не продали здесь еще эти... Как это? Участок не продали? Да. Наверное. Ну, мне очень напоминает, как в американских фильмах. Там идешь прямо, там такие домики, домики, домики везде. Я только в Америке такое видел. Он там, вон, видно. Тебе русскую деревню напоминает это? Русскую? Вот это? Да. А вот здесь, в Атуре, все по-русски. Дом очень красивый, такой необычный. Прям еще понравился. И он там, вон, из Петра Дуй, короче. Как правильно называется? Я тоже не знаю. Петра Дуй, наверное. А по-немецки как будет? Винкрафт онлайн. Винкрафт онлайн. Без акцента сказал. О, значит, надо накуриваться, чтобы по-немецки говорить. Мы тут идем по городу, по деревеньке, и тут аппарат с сигаретами. А получается, как тут он работает? Расскажи. Закидываешь монетки, засунуваешь свой паспорт или правоспорт нужно засунуть. Да, правоспорт. У тебя должно быть 18 лет. А если свои засуну не прокатит же русские? Наверное, нет. Наверное, нет, да? Они даже, может, не поместятся по размеру. Ты набираешь сигареты или нет. То есть, то, как у кого есть паспорт, может купить, да? Падают, забираешь. Шикарно. Тут в магазинчик, короче, зашли. Тут пивас, вон, продается брикетами. Ну, что-то понятно. Как оптовый, типа, наверное, да? Или нет? Там чипсы стоят, ойро. Короче, в Германии, для всех, кто поедет, правильно говорит не евро по-русски, а ойро. Вино. Вино. Парите на цены, короче. Останавливаете. Это бухло для лилипутов. Отдел для лилипутов, короче. Выпил такой, что все. Это вот мы сегодня возьмем чипсов все на вечер. Они примерно как моя нога. Блин, тут на камере непонятно, но... Какая кроссовочка маленькая. Маленькая бутылка. Жена тебя отпускает куда-нибудь? Я только бутылку. Я только баночку. Да, только баночку. Будем делать, короче, гриль, стейки. Это Италия, да, или что? Это итальянский, вот здесь американский есть. Чем она отличается, чем-то вообще? Ну вот цены, в общем, смотри, 3, 5, 4, 6, правильно сказать. Нет, совсем. Приятные очень дороги, приятная машина. Очень так все комфортно, прям. Это Audi, как Audi, модель? Audi 6. Audi 6. Т.е. Да. Там на красный нажать надо. Я буду комментировать. Дороги очень приятные. Никаких там... Ну, в принципе, как у нас в Татарстане хорошие дороги. Здесь тоже. Единственное радует, что нет этих ограничений. Глупых каких-то там 20, где можно... Нормальная дорога ехать можно. Здесь 100-20 едем, и все в порядке. Ну, не город, конечно, но... Я решил просто никогда не катался, и вот решил, что... Мне нравится. Я знаю, кайфую. Да, да. Ура. Ура. Мы будем готовить стейки на гриле. Самый крутой. Ребрышки. Ребрышки тоже, да. Сейчас покажу вам гриль. Это для YouTube теперь. Смотри. Сокрыл? Ты все кайфил? Да. Сокрыл? Самая, говорят, крутая... Мне надо было режиссером быть. Да. Самая крутая гриль в мире. Мерседес среди грилей. Как правильно? Weber. 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 Вот мы купили стейки, которые вам вчера показывали. Так и начинаем жарить. Ой, запах уже классный. только положили специи, а специи уже были или мы пьем холодное какое-то немецкое пиво и мне тут рассказали что по культуре именно распитие пива нужно первый глоток открыл делать вот ниже вот этого уровня этой полоски и еще на такую полоску и вот такую полоску на наших бутылках не увидишь потому что здесь эти бутылки постоянно сдают и на заводе они вот так вот крутятся едут от этого стираются, у нас такого нет. С вами шеф-повар этого дома Иван, он говорит что здесь они пять не полежали и сейчас мы завернем их в полео, в пленку чтобы они потонили здесь уже без огня, просто набрали свой сок ну вкусно выглядит, почувствуйте как пахнет сегодня второй день мы в торговом центре каком-то тут рядышком какие-то магазины я ни один не знаю тут два этажа сейчас покажу вам прикольную тему здесь короче можно за два ура взять мороженое проставить очередь положить себе что тебе нравится и можно съесть ее один раз потом прийти еще раз и так без остановки целый один день что ли получается наверное да? походу так ну вот и никто это не контролирует и может прийти на следующий день со своим стаканом как бургер кинг у нас с напитком никто не обманывает я слежу минутка полезной информации я купил мороженое фруктовое я все время забываю снимать сразу и снимаю потом стоило оно два с половиной эра где-то 150 рублей это дороговато для него но сильно жарко здесь плюс 35 я очень быстро перенимаю манеру короче речи если с украинцем разговариваю начинаешь шокать хэкать здесь я перенимаю этот акцент моих родственников потому что они там окончание что-то тянут я тоже такой же становлюсь поэтому не обращайте внимание если вам кажется как-то мой акцент какой-то или речь я типа не придуриваюсь просто реально не могу это контролировать вообще такие дела возьмем адидас и вот так вот он выглядит это все как бы как склад у нас такого вообще нет и типа вы же помните как у нас много магаза адидас выглядит а здесь это будет просто склад всем пофиг нет никакого шика и я думаю что даже от этого товара дешевле становится нет кучи продавцов ну и тому подобное 69 вору вообще мне очень нравится здесь в это время года очень солнечно в прошлом раз я приезжал когда было дождь короче сентябрь или октябрь был а сейчас здесь супер тепло сейчас я сегодня я еду в город уже и там будет повеселее здесь у них такая деревня вот